Итак, всем привет, друзья. Сегодня я представляю вам очередное видео, очередная ревьюшка. Сегодня будет Type 59. Я решил таки сделать по нему обзор, по той самой причине, что скоро у нас новогодние события будут. Вот, вероятно, это будет повторение прошлого года. То есть, каждый день мы будем получать новый танк, продажу из премов. Они сказали, что божества на 24, ну, у меня в Америке на 24, на 25 не будет у вас, вероятно, на Новый год. Они будут их просто выдавать. Но также, я думаю, и в принципе многие, наверное, скажут то же самое, что мы опять увидим знаменитые коробочки, в которых, я предполагаю, опять же, они будут раздавать по 59. И хочу сделать эту ревьюшку для того, чтобы вы поняли, хотеть ли вам желать этот танк или не желать. И прежде чем мы перейдем к статистике, я хочу сделать небольшое объявление в связи с новой работой. У меня не будет получаться стримить. Поэтому стримов в ближайшее время не будет. Как только у меня график встаканец, стримы возобновятся. Итак, продолжаем с статистикой. На самом деле, я считаю, что Тай-59 после бафа стал очень годным танком. Но остается в ответ, имбовый он, нужен ли он именно, вот аж надо, знаешь, чтобы вкинуть бабки в эти коробочки и все. И мы это сейчас разберем. Итак, по ДПМу. Я сравниваю его с Т-54 мод 1, потому что мне кажется, что по геймплею они очень похожи. И Т-44-100, объясню почему, при том, что у Т-44-100 другой геймплей абсолютно. Но можно играть Т-59 как Т-44-100. И я это объясню почему. По ДПМу. Мы видим, он немного остается от Т-54. Но мы не забываем, что Т-59 сохранился вольготный статус, и он не видит десятки. И раскачать этот ДПМ можно до 2200, там почти 2300, если в боновое взять оборудование. Боновое. По пробитию, ну, здесь в пять разницы она несущественна. То есть, тоже не такой большой размах. В домах по моделям все здесь нормально. Перезагрузка, единственное, естественно, отражается по ДПМу. Конечно, она медленнее. Но, опять же, это все к ДПМу связано, оно развязывается. Скорость полета снаряда у нее очень хорошая. 900 это как раз оптимально. Если играть на ББшках, в принципе, из-за ромброса в 0.37, вот этой скорость полета снаряда чуть-чуть тяжело снаперить вдаль получается. То есть, снаперить можно. Вы можете раскачать это на 0.35 и с боновым оборудованием на 0.34. И, в принципе, снаперить можно, но вы не сможете ничего выцелить, как вы понимаете. Играется здесь, вот именно по этому параметру, можно играть его как Т-44-100. То есть, здесь и с девятками, играть там из кустов, сдали пытаться накидывать. То есть, в целом, он хороший танк. Он немного до Т-44-100 не дотягивает в этом плане. Но, опять же, это не его сильный стойк. На голде он играется, естественно, отлично. Что можно сказать. Самая главная его фишка, здесь, где Т-44-1, Т-54, мод 1, ему абсолютно сильно проигрывают, это разброс в движении, у него намного лучше. То есть, можно на ходу стрелять и не волноваться. Особенно при правильно прокачанном экипаже. Здесь у Т-54, мод 1, разброс как у тяжелого танка. То есть, игра чисто впритык. И переходим дружно, пропустим пока мобильность. Хочется перейти к броне. Сказать, что по броне, хоть и Т-54 чуть лучше, чем Т-59, но с десятками вы постоянно играете. С девятками эти 120, вы их абсолютно не чувствуете. У Т-44-100, естественно, это броня. Ну, ни о чем, можно сказать так. То есть, при том, что он видит так же девятки и десятки, не годится. А тут десяток, десяток нету, все хорошо. Также игра от башни. Очень хорошо у него заходит. Лучше башня. Я бы сказал, даже лучше, чем у Т-54. Мне кто-то пытался на форумах доказать, что у Т-54 достаточно брони в маске. И это вранье. 230 в маску вас пробивают под прямым углом. И хоть убейте. А девятки, десятки, так тем более. Почему я говорю 230? Да потому, что, по сути, у всех, у большинства девяток, ой, восьмерок и у новых премов, у них у всех там по 230 пробития, тот же защитник. И так далее. Они без проблем вас будут просто в моську накидывать, и никто не будет под углом вам стрелять в верхний бронелист. Естественно, в башню Т-59 будет пробиваться по техаме. То есть, в целом, такой расклад по броне. Бронив 100, она реально эмбовая против шестерок-семерок. С восьмерками нормально играется. С девятками ее будет, ну, в принципе, достаточно. Опять надо будет играть от башни. Ну, в принципе, достаточно. Но вы от башни с девятками на Т-54 будете играть, которому при этом обязательно быть близко, то есть достаточно близко находиться в бою. По свету у них все одинаково. В принципе, тут не о чем говорить. Тут радио, оно не столь важно. И теперь перейдем к мобильности. Главные фишки. Мобильность у них у всех, естественно, Т-44-100 быстрее всех. Тут как бы без вопросов. Но между Т-54, Мод-1 и Т-59 я отдам преимущество Т-59. У него максималка выше. И за счет того, что у него прохождение по грунтам лучше, чем у Т-54. И хотя у него меньше удельная мощность, чем у Т-54, но за счет вот этих вот прохождений по грунтам он отрабатывается достаточно хорошо. Можно сказать, даже так же, как Т-54. Но это Т-59, у которого на 11 получается больше топовая скорость. То есть это вообще огромный плюс. Вы можете занимать хорошие позиции. Итак, почему же я сравнил его именно с этими двумя танками? Похожего на самом деле танка по геймплею сейчас нету, как Т-59. Но самый близкий, похожий на него, этот Т-54 Мод-1, который я считаю проигрывает ему. А тем более проигрывает, если мы берем в расчет льготный уровень боев для Т-59. Т-44-100 с другой стороны совершенно другой зверь, он иначе играется и все это прочее. Но почему я его добавил сюда? Чтобы сказать, что Т-59 на самом деле можно играть от кустов как Т-44-100. Что будет в принципе получаться неплохо. Не так хорошо, конечно, как Т-44-100, но неплохо. И мы сейчас все дружно знаем, что Т-44-100 находится в топе списка вместе с прожета по статистике. То есть, представляете себе, это Т-59, который играет без десяток. И достаточно часто вы попадаете в топ списка и в одноуровневый бой. Не так, как на Т-54 и на Т-44-100, это практически с одними десятками вы играете. Поэтому, в целом, хочу сказать свое заключение. Танк сейчас очень хороший. Он не имба, он очень годный, он очень хороший. Если бы его продавали отдельно в какой-нибудь там другой день, я бы сказал, его точно берите. Но коробочки сделаны для того, чтобы вы выбахивали большие бабки на тот самый небольшой шанс получить этот танк. Поэтому, что я хочу сказать. Если у вас получится его выиграть, если вы решили что-то вкинуть в эти коробочки, пожалуйста. Вам повезет, я буду за вас рад. Пробуйте, танк действительно годный, хороший. Он далеко не соснул, и его надо просто распробовать и отыграть. Он совмещает в себе два стиля игры, от Т-54 и от Т-44-100. По моему мнению лично. И что хочется сказать дополнительно. Если же вы хотите вкидывать бабки в эти коробочки с надеждой только его выиграть, этого советую не делать, потому что вы можете вкинуть очень много денег и все равно его не получить. В прошлом году был завышен дропрейт Т-59 в начале, потом его занерфили. Как будет в этом году неизвестно. Вероятно, завышенным они его уже делать не будут, так как они в прошлом году много раздали. Но опять же, это Wargaming, мы не знаем, что будет происходить. И, собственно, на этом я заканчиваю свою ревьюшку. Ставьте лайк, подписывайтесь. Приятного вам дня. Продолжение следует...